Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. На дворе снова суббота. Лучшее время узнать главные корабельные новости и поучаствовать в розыгрыше целых десяти ценных призов. Пяти кодов контрибьютора с шансом выпадения премиум корабля восьмого уровня и пяти пачек по 10 полезных бонусов. И все это, конечно же, под непрекращающийся шелест ваших лайков и огромную благодарность тем, кто поддерживает канал, оформив спонсорство на Бусти. Спустя более недели со времени объявления о разделении серверов между ВГ и Лестой, самые главные вопросы до сих пор остаются без ответа. Как только новость о разделении вышла, я писал разработчикам, что без объяснения игрокам, как будут развиваться две теперь уже разные игры, World of Warships и Мир кораблей, параллельно с минимальными различиями в коллаборациях и других мелочах, или же собственным курсом вплоть до различий в кораблях. Без этой информации предлагать игрокам сделать выбор – это все равно, что предлагать кота в мешке. Вернее, код в мешке. Программный. Переходите туда незнамо куда и получите то незнамо что. Как в таких случаях можно сделать выбор, лично мне совершенно не ясно. И судя по форуму, не только мне. И аллегория про кота в мешке пришла в голову, как видим, не мне одному. И на этот вроде бы важнейший и первейший вопрос ответ пока следующий. Расслабьтесь и ждите. Мы обязательно ответим на все вопросы. Сразу вспоминается анекдот про «Расслабьтесь и получите удовольствие». Так что ждем, конечно, но факт того, что с 18 августа и по сей день нет ответа на главный вопрос, как-то не очень способствует расслаблению. В голову лезут мысли, что, видимо, не все так просто, раз до сих пор внятно ответить не могут. А тем временем в сети распространяют страшилки, что, мол, на евросервере ничего нельзя писать в чат по-русски. Типа, если пишешь, то на тебя сразу игроки массово кидают жалобы и прилетает автобан чата. Что якобы никто не будет смотреть, на чьей вы стороне и откуда, закидают жалобами и чат забанят. Я на евросервере не играл, так что ничего на этот счет сказать не могу. Кто сталкивался с подобным, пишите в комментариях. Ну а пока игроки ждут ответа на главный вопрос, их забрасывают различной халявой и активностями по самую грот-мачту. Чем только не предлагается нам заниматься в этот раз ради легкой халявки. И сыграть некое подобие пятнашек. И отвечать на вопросы викторины. И получать боевые задания, просто нажимая кнопки на портале. И сразиться в Блице 4х4 на кораблях 4 уровня. И принять участие в большой портальной кампании. Где сперва надо читать много диалогов. Выбирать сторону. Жать какие-то кнопки. Куда-то идти и что-то делать. И за все это снова будет сыпаться халява с шансом получения крейсера Хемпшир. Я выпускал на него обзор на недели. Мне корабль не зашел, от слова никак. В общем, дел не в проворот и призов полный порт. И это только начало. Ведь уже скоро начнутся акции ко дню рождения игры, где подарков будет еще больше. Кстати, уже пришло время задуматься о том, чтобы скупать корабли для максимизации получения бонусов ко дню рождения игры. Подробности про то, как это сделать лучше, смотрите в отдельном видео. А еще в нашей замечательной игре продолжают усиленно крутить ручки на стройке баланса, как для тестируемых кораблей, так и для уже вышедших. Начнем с тестируемых. У японской премиум подводной лодки с главным калибром ускоряют перезарядку орудия. А у советской увеличивают дальность хода торпед с акустическим наведением с 5 до 9 километров. Все для комфорта подводников. Продолжают апать Альваро де Басан. Уже не первый раз, и каждый раз апы серьезные. А вот Вальеха опять нерфят. Негоже корабль за сталь выпускать имбовым. Ну и далее менее интересные правки. Зато более интересные коснулись уже вышедших кораблей. Из особо интересного, четырем немецким эсминцам увеличивают урон фугасов и значительно натягивают шанс поджога. Видимо на бронебойках, как это задумывалось изначально, народ на них упрямо не хочет играть. Немного, но приятно апают все ливанги. Харбину выдают аж целую ремонтную команду. Внезапно. По на азиатской десятке Цзинань чуть увеличивают скорость перезарядки орудий. А вот многострадальный Леандр снова нерфят. Ну нельзя же прокачиваемому крейсеру быть таким крутым. Нерфят снова серьезно. Докидывают половину секунды перезарядки главного калибра и чуть к перезарядке торпедных аппаратов. У линкора «Мальбора» сигму орудий главного калибра увеличивают с 1,4 до 1,45. Вряд ли 0,05 спасут положение, но лиха беда начала. Сам факт того, что вышедший линкор с верфи не забыли после завершения верфи, похвален. А вот «Шампань» внезапно апают очень сильно. Это отличный снайперский линкор. Кстати, недавно выпускал обзор по нему. У корабля боеспособность расходуется довольно аккуратно, ведь он играется с дистанцией. Ему еще накидывают аж 8 тысяч боеспособностей. Просто царский ап. А вот ружье снова нерфит. Слишком уж мощный авик на фоне остальных. Как и Берн. Очередным нерфом према передают привет всем покупателям. И Юнайтед Стейтсу снова, уже в фиг знает какой раз, увеличивают время перезарядки тактических торпедоносцев на 10 секунд. Довели бы сразу это время до 15 минут, ибо нефиг. А еще унифицируют параметры голубинного авиаудара, что в очередной раз напоминает нам о том, что подлодки близко. Вот так кратко, но емко про все главное. Теперь к розыгрышу. Возможно, скоро мы разыграем Хэмпшир. А пока у нас на кону 10 призов, про которые я говорил в начале видео. Для участия в розыгрыше нужно быть подписанным на наш канал, иметь список подписок открытым, прожать лайк под этим видео и написать адекватный комментарий с обязательным указанием своего ника в игре. Итоги розыгрыша будут подведены на одном из ближайших стримов. Результаты, как обычно, вывешиваются у нас в сообществе на YouTube и ВКонтакте. Всем удачи в розыгрыше, игре и по жизни. А еще, конечно же, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай.